Воскресная школа 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 Когда дети их изымают из семьи, где одни их сигареты тушат, мат слушают, алкоголь льется, их всем поят по безумию, конечно. Им дают обстановку, можно сказать, одну из лучших. Лучше даже, чем в семьях, я так скажу. Потому что на каждого ребеночка три человека. Психолог, воспитатель, смена работы, они не смотрят глупые передачи. Им дают фильмы отфильтрованные. Все прекрасно, идеально. Бытовые условия замечательные, школы, еда. Они бегут туда, где об них тушат сигареты. Где такие страны. Для них это ненормально. Мы взяли, когда первых детей, через три дня приехала директор детского приюта, с которым мы брали детей. Ну, так вот так, проверить, как вот это устроились дети. И мальчику спрашивает, ну как, Коля, это не нравится? Так сделали, с удовольствием, не нравится, честно говоря. Ну, он молодец, не лицемерит, правда. А почему? Да тут надо всем спасибо, пожалуйста, противно. А то, что вот хамство, это нормально. Вот как это переделать? Да, понятно, духовная работа, все может изменить. Но для родителей, сами должны жить даже серьезной духовной жизнью. Должны жить в совете с духовником. И то, понимаете, это не гарантия. Потому что каждый ребеночек свободной личности. Каждый делал свой выбор. Мы не можем заставить его стать верующим, не ставиться духовным человеком. Это неправильно заставить. Но мы должны предоставить возможность ему. А дальше вы будете выбирать сам. Завершает нашу сегодняшнюю программу протерей Роман Лыбко, который отвечает на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. Рубрика о вере и жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый день, братья и сестры. Коснусь вопроса сегодня, который связан с укорами мира в адрес церкви, священника, веры нашей. Вот мы живем часто, мне представляется, в некоторых иллюзиях благополучия. Общаясь с единомышленниками, хотя в храм, с теми, кто близок к нам по вере, которым мы именуем братьями и сестрами. Но когда бывает извне мир всей, через людей, отстоящих на некотором расстоянии от церкви, говорит нам, не всегда для нас приятное, нелицеприятное. Вот какова реакция наша на это все может быть? Просто я недавно сам был в такой ситуации, когда подъезжал на такси причастить больного человека. Таксист завел разговор, вроде начал задавать вопросы, которые перешли просто в осуждение. И церковь налоги не платит, и до революции попы заелись больше царя, церковь была настолько богата, потому понятно, почему разрушили храмы, и то, что на колоколах новостроящихся храмов имена власть имущих выбиваются, и то, что людей не пускают на освящение храма по пригласительным билетам в ход, почему же они жертвовали и так далее. Отвечать было невозможно, потому что не было желания слушать, а было просто желание высказать свое негативное отношение, свое мнение вот такого рода. Как реагировать? Что на это можно отвечать? Ну, первое, что мне бы хотелось все-таки надеяться, это часто так и есть, и мы должны прежде всего об этом думать, что человек это произносит с болью, обжегшись, не получив в свое время, может быть, ответов внятных, конкретных, и даже не то, что ответы образом жизни, может быть, что греха таить, что мы всегда являем собой образец благочестия, христианская жизнь, православного христианина всегда мы ли являем людям? Нет, к сожалению. Вот, ну, и вот можно представить, что человек это произносит с болью, с тем, чтобы, ну, таким образом помочь, если хотите, может быть так, но, к сожалению, при этом, ну, человек может потерять вот разумение того, что нельзя идеализировать ни патриарха, ни священника, ни церковь в целом, как человеческое и божественное, конечно, общение. Вот, божество свято, человек слаб, и в церковь мы приходим как в лечебницу духовную, чтобы обрести врачевание, как можно сказать, хромой, поддерживает хромого в какой-то мере, это так. Вот, и если человек стремится ее изменить, не изменяя самого себя, если он свое «я» считает мерилом правды и того, что как должно быть церкви, вот здесь, конечно, беда. Он, конечно, может отойти от церкви, а вне церкви? Где же спасение? Увы, если зациклиться на болезнях наших духовных, то ведь можно дойти именно до этого, что заняться, можно сказать, в кавычках, самолечением, как наша жизнь просто, житейская. Человек не верит врачам и лечится чем попало. То ли водкой с медом, то ли еще какой-то микстурой на какой-нибудь глине белой, которая сделана, мазаться. Вот, избегая обращения к тем, кто компетентен, кто учился на это, кто знает. Вот, и в духовной жизни так происходит. Человек отошедший, он живет, у меня своя вера, мне этого не надо. Вот, забывая о том, что церковь, еще раз повторюсь, это не только человеческое устроение, это Божье. Вот, и быть правдолюбцем, искать правды, прежде всего, нужно в самом себе эту правду, чтобы она побеждала. Переубеждать, вот в таких случаях человека, ну, можно попробовать. Только вот беда в том, что мы с вами плохо воспитаны многие. Что мы не умеем слушать, что для нас наше мнение, оно важно, а слушать кого-то мы не желаем. Если человек тактичен, если он воспитан, если ему интересно, если он учитывает и уважает мнение другого, тогда возможен диалог. В противном же случае, ну, и что же можно чем помочь? Опять же, я должен понимать в меру своей компетенции. Я думаю, что не унизительно для нас, не обидно будет сказать, простите, в этом вопросе я некомпетентен. Вам стоит обратиться к священнику или к такой-то книге, в которой мудрый святой наставник церкви дает исчерпывающий ответ на ваши вопросы, чтобы тем самым дать ответ более глубокий, обоснованный и цели достигающие, чтобы человек понял свою, ну, скажем, узость своего мнения, неполноценность этого восприятия. Ну, если человек нас слушать не желает, я думаю, что ничего страшного, если мы замолчим просто. Мы не предадим Господа и Церковь Его. Потому что, во-первых, апостол говорит о том, чтобы мы пустых споров отвращались от них. Гнев не творит правды Божьей. Есть такие слова в нашей жизни духовной важные. Если нами овладевает это чувство, лучше замолчать. Вот. И, ну, стараться, замолчав, помолиться о том, кто нападает или предлагает претензии свои, предъявляет претензии к тебе личной или к Церкви Святой. Ну, и, конечно, самое действенное – это то, чтобы мы с вами жили так, так, чтобы у тех, кто ищет повода, не было повода нас обличать, нас ругать, к нам обращать эти слова. Ну, их нужно тоже мужественно пережить. Исповедничеством, можно сказать, подражая тем, кто терпел во времена гонений, гонения на Церковь Святую, на веру. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Мы хотим напомнить, что на предстоящей Седмице в понедельник, 7 апреля, совершается двунадесятый Богородичный праздник Благовещения при Святой Богородице. А уже в следующее воскресенье мы будем праздновать вход Господень в Иерусалим. Великий пост заканчивается, и наступает новый, особый, очень важный и ответственный период. Период Страстной Седмицы, после которого нас будет ждать праздника в праздник День Святой Пасхи. Мы не прощаемся с вами, и в следующее воскресенье непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok